Всем привет, с вами Юрий Ульянов. Сегодня у нас будут покупки и посылки с Чёрной Пятницы. Практически всё мне уже пришло, и в этом году я действительно готовилась. Очень многие покупки я откладывала, и вы сами знаете, кто в Телеграм-видел. Я заранее писала то, что я присматриваю, то, что мне нравится. В этот раз мне действительно удалось купить очень много крутых вещей и с очень хорошими скидками. И одно из первых таких вот скидочных приобретений, о чём я вам заранее тоже сообщила, что мне была очень интересна вот эта серия от Элимис, Superfood, серия с пробиотиками. И в адвент-календаре мне впервые пришли миниатюры этих средств, в адвент-календаре Элимис. Мне невероятно понравились, я точно знала, что мне нужны полноразмеры. И здесь полноразмер масла, средства для умывания и крем дневной. Крем ночной я ещё жду, он был сам выгодный насос. Ну, я вот в процессе того, как была Чёрная Пятница, и все скидки я выкладывала у себя на сайте, я её, по сути, не веду, а именно использую все свои площадки по мере необходимости для Чёрных Пятниц, распродаж каких-то супер вот таких предложений, коробочек, приобретений. Я для этого использую сайт. Там тоже всё писала практически онлайн, что я покупала. И подробнее вот об этой серии будет видео об адвент-календаре Элимис. Но вообще, на самом деле, к серии Superfood я советую вам присмотреться, если тема пробиотиков вам интересна. Это очень нежные средства. И в Инстаграм несколько человек также мне подтвердили, что вот это вот средство для умывания, гель для умывания, это чуть ли не единственное, не первое средство такое, которое смывается водой. Можно называть его пенящимся, хотя там минимальная пенка. Это единственное первое средство среди таких, которое не вызывало никакого раздражения, не вызывает никакой сухости и совершенно супер-мега нежное. То есть серия классная, стоит на неё обратить внимание. Ну, теперь давайте сначала по большим коробкам, потому что здесь много. Это то, что было неожиданно. И это то, что я вам так вот прям сильно прокричала везде, где только могла, как только увидела эту коробку. Это Origins. Вообще, её позиционировали на сайте как лимитку к Чёрной пятнице, хотя на самом деле здесь о Чёрной пятнице ничего не написано. Здесь наоборот написано Most Loft, и здесь снежинки. То есть это классический такой подарок новогодний. И когда я увидела, что там внутри, сколько это стоило, и то, что на это были дополнительные скидки, я поняла, что вот это тот случай, когда я описывала, что я планирую покупать. Я закладывала определённый бюджет на неожиданности, на то, что я не ожидала, что будет по классной цене, а оно было. Первым давайте посмотрим на коробку. Вот этой стороной. Это вообще совершенная прелесть. И внутри пять средств. И в сторону покупки у меня также вспомнило знакомство с парочкой из этих пяти средств. Интересно то, что здесь очень много вот этой покоочной бумаги. По сути, сами средства лежат вот на таком слое вот этой бумажки. И это невероятно как-то круто. Выглядит очень здорово. Какой-то действительно классный, дорогой, приятный подарок. Оказывается, нужно было больше вот этих вот волос бумажных. И то, что я здесь уже знаю и люблю, 30 мл большая упаковка, крем Night and Minze, ночной крем с витаминами и с кислотами. Я о нём писала в Инстаграм. Отдельно у меня была, до сих пор ещё осталась миниатюрка. Иногда использую вот соло. Вообще ему больше ничего не нужно. Совершенно отлично. Кожа себя чувствует, совсем справляется. И также, вот в Инстаграм, когда писала, я забыла о том, что вот эту маску я тоже пробовала. Она тоже у меня попала, в общем-то, в любимцы прошлого года. Отличная. Маска с углём. Распариваем кожу, наносим эту маску, смываем. Ощущение чистоты, нежности и мягкости. То есть здесь и очищение, и уход. В общем-то, больше от меня об этой маске вы в прошлом году слышали. Ну, здесь есть ещё что попробовать, потому что здесь полноразмерный крем с женьшением, 50 мл большой. Также 100 мл. Тут написано лосьон-тоник, успокаивающий. В общем, на самом деле круто. Также мусс для омывания и крем для бег. Думаю, что позже мы об этом подробнее как-нибудь поговорим. Это ещё одна была запланированная упаковка. Надо, наверное, вот так это показывать. И так я сразу тёмная на фоне этих белых упаковок. Фены для многих уже не сюрприз, потому что, действительно, я заранее вам рассказывала, показывала, что собираюсь купить. Я его пока успела испробовать один раз. И я скажу честно, что я, наверное, столько вот себе напридумывала, столько ожидала, что я в этом фене не увидела какой-то вот мега большой разницы с тем феном, который у меня есть сейчас. Я не меняла фен с 2015 года. То есть мне реально уже нужно его сменить. И плюс я при переезде потеряла вот эти вот насадки. То есть я как бы пользуюсь феном без насадок. И мне реально уже было пора сменить фены. И, в принципе, то, что этот фен гораздо легче, чем тот фен, который у меня был, у меня Дивалевский фен. Тоже, кстати, синего цвета. Я вам его показывала уже много раз, он у меня не менялся, поэтому я отдельно об этом ничего не снимаю. И вот этот фен выглядит вот таким образом. Здесь вот красиво. Вот это реально красиво. Смотрите, как переливается. Это мелочь, которая не влияет на функционал, но это как-то выглядит здорово. Здесь вот эта вот штука, которая откручивается. Это у них типа супер нет волос. То есть если сюда что-то попадет, то вы можете это открутить, все почистить. И вообще будет здорово. Он с мощным здесь нутримотором. Он вроде как должен очень быстро сушить. Пока не знаю. Я не буду вот сразу говорить, что это плохо там или супер хорошо. Но пока я не увидела такой мега большой, огромной разницы. Я хочу еще попробовать с разными укладочными средствами. Сегодня у меня укладочные средства от Арибы, которые специально разглаживают. И на самом деле вот те средства, там детанклер и еще крем для волос, они сами по себе уже великолепно действуют. Они из Адвинка Лидария, Нета Порте. Если вам интересно, вот в том видео о них есть подробности. Хочу попробовать с разными укладочными средствами и посмотреть, как это будет. Я бы не сказала, что какой-то особо тихий, например, по поводу мощности. Но да, я могу сказать, что он не разогревает воздух до адской кухни. И им достаточно удобно пользоваться. Он легкий, хороший профессиональный фен. Ну, это, наверное, действительно для тех случаев, когда уже пора поменять фен. И он, кстати, был со скидкой только на официальном сайте. Поэтому я все-таки с небольшой скидочкой его взяла. Здесь вот пустая коробка. Это то, что я купила офлайн, но то, что хотела тоже вам показать, потому что онлайн это тоже было. И мне кажется, даже есть еще. Я вам в Инстаграм об этом писала. И ссылку там тоже оставляла. Могу сказать только так, потому что отсвечивает. И мне кажется, что это совершенно шикарный набор. Я его увидела офлайн, когда я увидела его цену. И что здесь 30 мл сыворотки Advanced Night Repair. А на самом деле я периодически так выслеживаю какие-нибудь выгодные наборчики с этой сывороткой. Потому что она мне нравится. Она не must have совершенно. Если вы думали, во что бы вложиться денежкой, то это, наверное, не самое лучшее вложение. Если у вас есть возможность попробовать и без вреда для бюджета, и у вас так складывается, и очень часто они бывают в совершенно супер-мега-выгодных упаковках. Я тут сейчас уже произвожу звуки. Вы слышите? Открываю вот это вот. То, что было внутри. Бренд, как понимаете, Estee Lauder. И внутри была вот эта сыворотка, которая, по сути, уже от цены составляет половину. Мне кажется, даже чуть больше. Это не 50 мл, это 30 мл. Но это тоже такое у меня дешевое удовольствие. И все это вместе стоило недорого. Я это покупала в магазине офлайн, как сказала. Поэтому я сейчас даже не сооружу, сколько это было в какой-нибудь другой валюте. Самое крутое, что я здесь вот прям вот так вот люблю сильно вот эти три палетки. И хотела о них сказать подробнее, то, что в Инстаграме меня спрашивали, а как вот они, потому что есть отзывы, что на них ругаются. Я вообще не хочу лезть вот в эти отзывы, в сводчи палеток, еще что-то. Я не понимаю, к чему в этих тенях можно придраться. Они вам могут не нравиться, они могут вам не подходить. Это может быть какая-нибудь неправильная упаковка или еще что-то. Ну да, придраться можно к чему угодно. Но когда тени, они стандартно, вы говорите, показывайте, они стандартно качественные. То есть, как бы вы можете их легко набрать. Они легко передают цвет. Они не осыпаются. То есть, весь функционал, который тени должны делать, они делают. А еще я однажды уронила вот такую вот упаковку на кафель. И с ней ничего не случилось. Я уже просто даже боялась открывать, потому что думала, что там будет месиво. Она нормальная. Это очень легкая упаковка. Я не скажу, что она какая-то там супермек дорогая. Но она качественная. И я сразу подумала, что вау, с этой одной палеткой можно просто ехать в путешествие. Она тебе закрой практически все. И я, в принципе, сейчас пользуюсь всеми тремя. Я ими играюсь. И сегодня, например, полностью у меня анкияш с этими палетками. Сейчас еще другие покажу. Это глэм. Из глэма я сегодня использовала вот этот темный цвет. Вот этот вот совершенно шикарен. Я им рисовала вот эту верхнюю стрелочку. Румяна тоже отличные. Видите, такая сиреневатая роза. Они, в принципе, уже мода на них отошла. Но они очень многим идут. Они классные. Здесь вот glow. Сияние. Это румяна, но они такие румяна-хайлайтер. Как хайлайтер они не пойдут, потому что здесь слишком много розового. С этим нужно быть осторожнее. Если вы это будете использовать очень много шиммера, то это должно идти только вот сюда. Когда это вместе смешивается, не всегда получается хороший результат. Сейчас я в палетках запуталась. Сейчас третью хочу еще показать. Как раз я использовала контуринг. Немножко вот этого оттенка. Ньют. В нем, кстати, тоже есть блестки. Их мало, но они есть. Но это на самом деле такой совершенно потрясающий ньют. Я вот в ежедневном макияже использую вот этот вот оттенок. И сверху его вот этим вот накрывают, так скажем. Вот именно там, где у меня именно румянец. И вот как-то в повседневной жизни это выглядит хорошо, но вот нужно быть поосторожнее. Частенько люди ругают то, что им не подошло. Это просто было сложно справиться. Я сама против того, чтобы что-то было очень сложно. Если что-то требует слишком много времени, то я скорее не буду этим пользоваться. И куда-то там выброшу или отложу. Но здесь с этим можно разобраться, с этим можно поиграться. И на самом деле три палетки. Ты серьезно? С этим можно сделать практически все. И цвета классные. И на самом деле вот ради одной вот такой палетки мне бы лично можно было бы купить, потому что таких цветов у меня нет. У меня был такой страстный период нюта и матовых оттенков. Вот здесь вот, например, вот в этой палетке еще отсвечивает тут золото-золото. И такие красивые нежные оттенки. И шиммер красивый. Такое вот. На самом деле свочей, мне кажется, полно везде. Ну а свочем я не всегда доверяю. Потому что одно дело, когда ты нанесешь вот так вот это вот, распределишь и вот так хорошенечко палец туда сначала погрузишь. И совсем другое дело, когда ты набираешься на кисть и распределяешь. Мне тени очень понравились. Я, честно говоря, не поняла. Чем можно быть недовольным? Ну, такие вкусовые вещи, конечно, существуют. И, естественно, что они не для всех, может быть, кому-то они там вообще не будут раздражать и бесить. Но в плане их практичности, в плане оттенков, есть яркие, есть менее яркие. Цвет хорошо передают, хорошо тушуются, не осыпаются. В целом, они выполняют все свои функции. Вообще, власти Lauder нормальные тени. Тоже не первый раз я их пробовала. У них и матовые, и плянцы в течение времени разной коллекции. Карандаши. А вот эта вот, кстати, коллекция рождественская. И это тема карусели. Это было так красиво. Я показывала вам адвент календари. Они тоже были очень красивые. Как раз там тема карусели больше. Это тоже мне понравилось. Хотелось бы, конечно, чтобы был тоже какой-то, может быть, рисунок или принт, как часть карусельки, которая была на адвенте. Но адвент, на самом деле, мне был не нужен. Как говоря об адвенте, я сейчас вот частично могу показать вам адвент Мэнхайнд. Тоже он мне пришел. И без скидки я на этом была не готова его купить. Со скидкой я его купила. Это совершенно велика элитна. Потому что здесь, как минимум, уже есть одна маска Амаровица полноразмерная. 50 мл. Которая уже стоит больше, чем половина этого адвента. Здесь также полноразмерный крем Элилис. Но я сейчас могу частично это показать, потому что он у меня вот тут разобран. И когда я буду делать на него обзор, я надеюсь, что я буду помнить ту историю, которая у меня с мужем получилась относительно этого адвента. Когда я ему его показала. Я стала по одной штучке какие-то средства ему предлагать. И это говорит, так, я пользуюсь вот этим. Я пользуюсь вот этим. А это говорит из адвента. А из адвента какого? Из мужского. То есть я ему сразу сказала, смотри, какой прикольный мужской адвент. То есть как бы он, конечно, унисекс, но вот он как мэнкайнд мужской. И был момент, как будто он вскрыл страшный обман. Что же, говорит, ты купила адвент на самом деле. Не себе, а мне. В общем, эта история будет для обзора на этот адвент. Совершенно шикарный. И поздравляю всех тех, кто так же, как и я, успела его купить со скидкой. Вот это вот успели купить не все. Это Glossy Box, который появился вот именно в 0-0 часов с четверга на пятницу. Это была коробка сюрприз. И раскупили ее очень быстро. Мне кажется, буквально за первые несколько часов. Потому что ночью, похоже, очень многие люди сидят вот так вот и шопятся. Я тоже была у компьютера и решила, что за 10 фунтов я могу себе купить это. И даже это любопытно. И потом они выложили уже, что было внутри. Но я бы купила еще, когда не знала, что было внутри. Вот такой, на самом деле, неплохой состав. Не могу сказать, что я как-то особенно удивлена или вдохновлена. Но вот тут какие-то крутые средства Maria Nila. Шведский какой-то бренд, средств для волос. И в Инстаграме есть подробности, если захотите. Сможете рассмотреть фотографии, все, что было внутри. А вот это, кстати, средство Elemis, из той коробки, которую я вам показала. Но коробка была сверху, это все внизу. Поэтому немножко будет у нас это спонтанно и сумбурно, потому что тут много всего. Я буду вот так первое, что сверху было, вам показывать. Это кисти Japanesk, коллекция Cumodori. И без скидки мне как-то было их покупать непрельстиво. Говоря языком китайского студента, который любил писать сочинения на русском, вот со скидкой было очень здорово. И эти кисти достаточно быстро распродали. Я сказала еще одну, их было две. И вот я не помню, то ли вот эту первую распродали очень быстро. Туле вторую. Но мне кажется, что вот эту. Я ее заказала одной из первых. На самом деле совершенно шикарная кисть. Очень здорово передает румяна. Нежно, великолепно. Мне нравится. Но отличная кисть. И я жду еще вторую. Вторая вот она очень долго отправлялась со склада, потому что ее все не было, не было, не было. Я думала, мне ее может быть даже отменят. Но нет, все-таки ее выселили, пока я ее жду. И вот заказала на Look Fantastic. Они именно высылали вот что у них есть сейчас на складе. Они сразу тебе отправляют что-то прям вот в тот же день. Буквально вот ночь была, ночь четверга. И сразу в пятницу они отправили. Очень быстро первые штучки до меня дошли. И я успела заказать даже не две, а три посылки. С вот такими вот мешочками. И я показывала, что внутри уже в Инстаграм. И у меня на самом деле посылок было много. Некоторые я просто заказывала по одной. У меня просто реально совпал именно момент покупок. Классных распродаж, когда новые скидки и коды появились. С тем, что там были вот такие косметички. И мне пришли три. И они практически одинаковые. Я не буду плакать по этому поводу. Мне все нравится. Это дополнительный подарок за покупку. С тем, что еще и со скидкой было. У меня было только очень классное такое вау-вау-вау отличие. Вот этот вот крем, Premier Cream, очень его люблю. Не первый год от Caudalie. Совершенно универсальный для меня. Не делает ничего лишнего. Не раздражает. У него нет каких-нибудь там мега дренажных свойств. Там подтягивания лифтинга, что-нибудь какое-нибудь скатывание. И вот Optimize, он тоже как-то как антиэйдж, мне кажется, достаточно бестолковенький. Если вы долго будете его использовать и с течением времени там чего-нибудь почувствуете, но мне оба они очень нравятся, потому что в них нет ничего лишнего. А в других, на этих коробочках, мешочках, у меня вот такой крем Argentum. Так что у меня их теперь чуть больше, чем я ожидала и смогу нормально протестировать. А что даже многие спрашивали, что же такое бренд Argentum, чего они так дорого стоят. Не знаю, я и не разбиралась, но китайцы почему-то этот бренд обожают. И готовы за него платить бешеные деньги. Это, если помните историю, когда на Beauty Expert раскупили косметичку буквально за первые несколько минут, там, где был крем Argentum вот этот. Это уже показываю ретинол от Indie Labs. Не планировала покупать, но скидка была очень хорошая. И я несколькими средствами от Indie Labs пользовалась. И витамин С, и сыворотки с пептидами. Мне очень понравилось, поэтому решила взять и ретинол. Ну, как раз-таки в рамках того, что использую разные средства, разные формы ретиноидов. И в связи с новостями о том, что, оказывается, этот ретинол нельзя дома использовать. Вы сейчас тоже увидите, наверное, эту волну. Некоторые начинают отрекаться и от кислоты, и от ретинола. Включайте, пожалуйста, критическое мышление. Не надо после одного какого-то заявления бежать в одну сторону или бежать совершенно в другую сторону. Давайте обладать критическим мышлением, опять же, и будем смотреть с вами на вот этот вот кубик от Murada. Тоже я не думала, что буду покупать, потому что не ожидала, что он будет. Но здесь, получается, по цене одного средства два. Они тоже не дешевые у Murada, и у него не часто бывают скидки. У него бывают чаще 3 за 2, чем какая-то там скидка 20-30%. Вот здесь прям вообще так неплохо вышло. И на этот набор тоже, по-моему, были скидки. Я пробовала вот этот вот крем с витамином С, увлажняющий крем с SPF, Broad Spectrum, SPF 30 и P3+. Тоже я где-то уже в Инстаграм об этом рассказывала. Кстати, коробку еще не открывала. Хотя я не планировала покупку именно вот этого бренда, я присматривала, какие средства будут с SPF. Потому что у меня заканчивается моя сыворотка с SPF. И здесь вот как раз крем с SPF, который я уже пробовала, который мне нравится. И дополнительная еще осветляющая сыворотка. Составы, естественно, доктор Murad очень хорошие. Здесь будет как осветляющий ингредиент также действует неоцинамид. Ну и витамин С, конечно же. Я вот витамин С в уход вводила, ввожу. Я вам об этом рассказывала. Также у меня на него чувствительность достаточно высокая. Я сейчас прихожу к тому, что высокие концентрации вообще буду убирать. По возможности оставлять максимум 15%. Может быть чуть чаще, но меньшие концентрации. Я ожидаю вот тоже витаминчик С из этой сыворотки. Здесь клевость на самом деле в том еще, что это вот такая вот красивая коробка. Это классный подарок. И это в принципе можно даже куда-то повесить. Еще одна штучка с SPF. Я как-то вот посмотрела 30 мл, что-то думала, что она будет как-то больше. Ну, 30 мл, это 30 мл. Это тоже SPF. И этот как раз уже не крем, а как вот флюид, минеральный санскрен. Мне такие нравятся. У меня сейчас вот такого же рода заканчивается. От Body Shop и от Clorans тоже классный. Вот от Clinique не пробовала. Но у меня классически хорошие. Это одно из первых вообще моих средств с SPF. Было от Clinique. Их дневной крем в такой вот упаковке, он действительно для меня тогда совершил революцию. Но вообще моя история ухода, она вот настолько продолжение жизни, это настолько какая-то вынужденная была тема начать ухаживать за кожей, когда ты видишь морщину глубокую у себя там буквально за один год. И она еще там у тебя не должна была появиться. И надо было выяснять срочно, в чем дело. Оказалось, что дело в солнце. И я несколько лет, как совершенно сумасшедший человек, рассказывала своим друзьям, что надо защищаться от солнца. Что-то обязательно носить SPF каждый день. С 2011 года я сушу полу-бегану и полностью с ней там в этих вещах согласна. Она мне объяснила эти вещи базовые. Люди тогда были не готовы сушить. И ко мне какой-то такой понешенный. Относились до того момента, когда все действительно в мировом масштабе поняли, какая это ужасная вещь. Овер-экспо уже на солнце. Что это не только такая визуальная часть красота, это еще и здоровье. Так вот, разбавляя покупки разговорчиками, покажу вам биосилк, средство для волос перед зимой. Мне зимой бывает нужно для того, чтобы кончики подсыхающие привести в порядок. Не утяжеляет волосы. Я вот за это люблю. То, что могу использовать, я вымыла голову сегодня, я могу сегодня это использовать, я могу завтра это использовать, еще через день использовать. И вот там два дня эти силикончики, они работают, но они также с волос испаряются, они не накапливаются. Естественно, что что-то остается, но это гораздо меньше, чем с другими какими-то средствами. Здесь вот я вижу и работающую часть, и комфортную часть. Потому что с некоторыми средствами, как вы знаете, ты их нанесешь, и уже через несколько часов вся грязь на них собралась сверху. Это все на волосах. Здесь у меня шуршит кисть. Это NYX, это кисти, мне тоже в этот раз они были нужны. Я на конкретные какие-то не закладывалась. Но вот это именно тот тип кисти, который мне нужна. Баффинг такой для жидких тональных средств. Но я думаю, что с менее жидкими поплотнее он тоже бы справился, этот ворс. Здесь именно и мягкость, и упругость на время классная. Мне очень нравится, уже хочется попробовать. Это был точно, хотел сказать, точно с осос, и поняла, что это не матриксил, что это миндальная кислота. Миндальная кислота на луке стоила 3 фунта. То есть она стоила вообще очень дешево. Миндальная кислота вообще прекрасная вещь. Это и ячей, но она в ряде своих моментов действует как бичи. То есть ее можно порекомендовать и для людей с проблемной кожей. И есть данные о том, что она справляется даже с подкожными, с этими цистами. Там, наверное, какое-то есть более правильное для этого название. В общем, антибактериальные свойства, отбеливание. Естественно, что отшелушивание. В общем, для всех. Особенно, если у вас уже есть и консерн, и морщины, и прыщи, воспаления. Можно использовать точечно. Вообще, миндальную кислоту было не так просто найти. Но в тех средствах, в которых я ее использовала, мне, например, очень нравятся диски кислотные DCL. Вот там есть миндальная кислота. Вот этот микс кислот, который там есть, он действует отлично. И мне хотелось где-то миндальную кислоту иметь отдельно. Я как-то не следила. Оказывается, она уже появилась в Одинаре. Естественно, я не успела ничего еще распробовать толком. Что-то попробовала, что-то нет. Но в будущем мы, естественно, будем об этом разговаривать. Так, Удас Чойс. Я планировала их покупать. Микробиотики. И я купила еще Адалтс Блэнд. Они были 3 за 2. Поэтому получилось, что один у меня совершенно вышел бесплатно. Одна упаковка. Я 3 купила. Я просто не буду вам 3 показывать. Их нужно хранить в холодильнике. Вот 2 я вымывала. В руке могу держать. И там еще сверху на это была скидка. То есть, было невероятно выгодно. И вообще, я планировала вот Супер Шиф 8 и Супер 5 рассасывающиеся таблетки. Потому что вот это Адалтс Блэнд. Это пилюльки, которые нужно глотать внутрь. И я вот с них начала. Мне кажется, что это не совсем был какой-то правильный выбор. Может быть, либо они мне как-то не подошли. Потому что, пока я не пойму, как мое тело на это реагирует. Ощущение какой-то вот раздутости периодически бывает. Поэтому, смотрите, вот по поводу Супер 8. Первый раз я их беру, еще не пробовала. Супер 5. Они отличные. Мне очень понравились. То есть, среди всех, если вот так-то выбирать вам нужно хоть какое-то мнение. Понимаете, что это индивидуальный момент. Все индивидуальный момент. Ну, какое-то мнение, за что зацепиться. Супер 5. Они как-то мне точно хорошо зашли. Так, что шуршит? Вот какая-то Асоса. Шуршит пакет. Это Матриксил. Не в первый раз. И у меня в обзоре на бренд. Это было в прошлом, наверное, году. Но, наверное, ничего не скажу. Из того, что я продолжаю покупать постоянно у The Ordinary. Это не Ацинамид. И это вот Матриксил. Использую точечно. Мне нравится эффект. Пептиды работают. Покружаюсь дальше. Пакет с вот этими Крокодил Клипс. Клауд Найм. Если помните, вот эту штучку для завивки, которую я делаю кудри от Клауд Найм, я уже вам показывала покупки с Культ Бьюти. И вот мне для кудрей в том числе нужны были вот такие вот крокодильчики. Потому что то, что продают в магазинах, у них не очень хороший процент того, что они удерживают. У меня волосы уже длинные, они тяжелые. И мне каждый крокодильчик такой в состоянии волосы длиннее удержать. Так, вот это кисть Мак. 170-я. Это точно Асос. Потому что на Асос была скидка больше. На Look Fantastic тоже была на весь бренд. Но она была чего-то 15%. А у этих было вообще на все, по-моему, 20%. Это уже дела минувших лет. Что будет в следующем году, мы с вами тоже посмотрим. Ну, пока. Как вы заметили, тоже это кисть для тона. То, что мне было нужно. Тянусь уже за брендом Regenerate. В этот раз я его покупала на Feel Unique. Вспомнила, что еще коробку вам хотела от Feel Unique показать. Смотрите, какая прелесть у них теперь. Тема Little Beauty Parcel. Во-первых, вот так вот открываешь. Здесь вот так. Здесь вот так. Вот так. И очень красиво, здорово. Вот перезапуск, который они сделали вот с этой темой. Класс. И коробки, которые есть, тоже вот в рамках этой темы. Little Beauty Parcel. Очень здорово. И здесь то, что обычно валяется вот так в коробке, они упаковали в красивый конверт. Ну, правда, просто приятно получить посылочку. Такая красивая история, как говорят. Возвращаясь к средствам. Самая большая скидка была как раз-таки на Feel Unique. Было 33-34%. И мне отменили заказ. То есть я купила больше зубных паст. Regenerate. И мне заказ просто отменили. Мне пришла вот эта вот Refill Serum. Это дополнительная раз в месяц делается еще процедура. Я даже не знаю, стоит ли говорить или нет, что зубки я дополнительно как-то сильно не отбеливаю. Но я пью кофе, это нужно снимать. И это то, что возвращает в эмаль минералы. И от этого зубы становятся менее прозрачными. Это не отбеливание, они просто становятся светлее от того, что туда вернулись минералы. И вот это такой буст тоже хороший. То есть видно отбеливание, но это отбеливание здоровое, возвращение минералов. И как обычно, я должна вас предупредить, что за все время, что я рекомендую эти пасты, потому что я их сама очень люблю, было 3 человека, которые говорили, что у них невероятная чувствительность. И вот единственный сайт, на котором был вот этот набор, тоже за очень выгодно. Зубная паста плюс в этом году появившаяся пенка для освежения рта. Это не пенка зубная паста, а это именно ополаскивательность для рта, но в виде пенки. Неплохая штучка, мне было любопытно попробовать. И в рамках набора это было очень выгодно, потому что не must-have, не обязательная вещь. Он также обещает вернуть еще больше минералов. И дальше отдельно я также уже со скидкой 33, по-моему, было все-таки на Лук Фантастики. Еще 3 штучки вот таких заказала. Это не отмуж даже отказа. Наборчик от Elizabeth Arden. Здесь маска, здесь 7 капсул с керамидами. Это их известные, давно знакомые всем. И я тоже много лет их использую. Так знаете, иногда говорю много лет. Ну, с 2012, наверное, года. Впервые я попробовала, потому что очень часто они есть в дьюти-фри. Любила одно время наборчики в дьюти-фри. Сейчас как-то больше мне нравится онлайн-шоппинг. Самое интересное из всего набора и ради чего я покупала, это сыворотка Superstar. Здесь точно так же пробиотики. Очень легкая, нежная. Сейчас будем все с вами выращивать биом, микробиом наш. Пока это все в зачаточном состоянии. Ну, серьезно, еще очень мало средств. Но действительно, из последнего, что есть, это такое большое открытие, большой прорыв, что косметологи это признали. Многие вещи они уже пересмотрели, будут пересматривать на таком грандскейле, на большом. Может быть, даже в законодательство будут какие-то вноситься изменения. Но пока мы можем начинать пробовать пребиотики, пробиотики, постбиотики. Но я понимаю, что по-настоящему эта история с этим ингредиентом еще не началась. Это только вот такое вот начало, несмотря на то, что первые тесты были проведены какое-то время назад. По-моему, ощущение большого перерыва в этом мы еще ждем, потому что была та же аурелия с пробиотиками. Я ни разу не видела какого-то мегапазитивного эффекта, что мне захотелось теми продуктами долго пользоваться и ни на что их не менять. Вот селемис такой произошел, вот Элизабет Арден, мне тоже нравится. Здесь еще, смотрите, такая штучка. Нужно вначале перевести это в положение вот сюда, а только потом начинать пользоваться. Приятная сыворотка, легкая. Вот такая вот наносится. Естественно, что у нас сухую чистую кожу. Если я наношу другие еще сыворотки, я эту сыворотку наношу самой первой. Остальное в наборе не так было интересно. Дальше то, что мне пришлось купить вместе. Потому что, опять же, тут была скидка на Ньютраджино. Ну, а если купишь два средства, то будет еще дополнительная экстра 15% скидка. И я купила просто еще одну маску. Это было дешево, но, по сути, вот это была основная покупка. Сейчас покажу, что это. Палочка-выручалочка. Здесь светодиодики. Это, в общем, светотерапия. Очень удобная вещь. Я думаю, что если будет какой-то к ней повышенный интерес, то сниму отдельное видео, как она работает, что с ней делать, для чего нужно. На воспаление, точечно на какие-то покраснения, для того, чтобы заживало быстрее. Это антибактериальный эффект и эффект заживления побыстрее. Синий и красный свет. Пока первое мое ощущение очень позитивное. Я думала, что это будет больше баловство, чем польза. Но я пока вижу, что польза также и есть. Не только веселое времяпрепровождение с этой волшебной палочкой. Сейчас подумала о тех, кто переживает, что я все куда-то бросаю. Не переживайте, я бросаю на мягкое, и ничто не разобьется. Остается здесь, на самом деле, не так много всего. Кто-то уже выдыхает, кто-то уже настроился, что это видеть никогда не закончится. Всего приходит конец. Фаунтан очередная штука. Я не буду повторяться. Это четверочка у меня, фитоколаген. На постоянной основе, с перерывами я это повторяю. Мне очень нравится. Действительно, я вижу результат. Вот эта неожиданность. Мы что-то как-то в последние месяцы так много говорили об этих духах. Я говорила, я их вспоминала. Я что-то с ними сравнивала. Мне казалось, что именно они как-то мне напомнили об каком-то аромате. И я на основании этого купила себе аромат The Body Shop. На самом деле, не совсем так оказалось. Я его забыла. Это Бритни Спирс. Это Midnight Fantasy. И на бутс была невероятная скидочка. И сразу два аромата с очень большой скидкой. Можно было взять. И это просто фэнтези Бритни Спирс и Midnight Fantasy. Ну, это как бы отсылка в прошлое такая. Он, кстати, оказался не такой уж по-шляцки, как я помню. Хотя, конечно, это тоже у него не отнять. Он прикольный. На самом деле, его всё ещё приятно носить. Когда в течение дня этот аромат где-то появляется, проявляется. Тоже приятно. Сладенько. Ну да, у меня уже с ним связаны воспоминания. Мы реально так долго его использовали на репите. Ещё я так как-то взяла её. Она такая маленькая. В общем, я помню, что мы меньше 100 мл точно не покупали. Мы с сестрой. Потому что она, по-моему, эту дрянь в дом принесла. И мы вместе обливались ими достаточно долго. Правда, приятно. Мне нравится. Вот этот попробовала первый раз. Отдельный, естественно, я бы не стала покупать. Но раз уж они были вместе, была именно акция именно на этот набор, я взяла. Тоже он приятный, но не такой крутой, как Midnight. Он такой, знаете, дневной. И он домашний. У меня, походу, появился домашний аромат. Такие какие-то упаковки прикольные, забавные. Хотя, конечно, этому аромату уже такое количество лет. Всё можно на финишной прямой. Это средство от Invisibubble. Вот такая вот стука. Чтобы убирать волосы, но при этом не использовать никакой ободок, чтобы это фиксировало волосы, но тебя не душило. И ещё можно хвостик вот этой вот резиночкой дополнительно сделать. Тоже был, естественно, со скидкой. И вот этот наборчик от Grubudges. Показывала его в Инстаграм. Вот здесь стоит рассмотреть, наверное, только саму косметичку. Потому что и кондиционер отнести в одну, и вот этот скальп детокс. Все уже видели. Сыворотку я вынула. Здесь ещё есть сыворотка для симуляции роста волос. Естественно, что сыворотка, которая симулярирует рост волос, волосы растут не один, не два дня. Вот её эффект можно увидеть, например, через несколько месяцев. Вы пользовались, пользовались, а волосы потом как начали расти, через 2-3 месяца. То есть вы пользовались, подумали, что ничего не произошло, а весь эффект случился потом. Я пока как-то сейчас сделала паузу между сывороткой и The Ordinary, и вот нужно где-нибудь будет ещё это попробовать. Пока первые тесты совершенно нормально, хорошо впитываются. А Рината писала в Инстаграм, что какой-то запах ёлки, какая-то странная сыворотка липкая. Я не знаю, у меня реально тут ощущение, что она ничем не пахнет. То есть даже есть какой-то запах, он сразу же испаряется. И липкости тоже не заметила, но я не успела как-то хорошенечко ещё её протестировать. В общем-то всё, на дне коробки я только вот обнаружила вот это вот копытце, как они называют хуф, для ногтей. Покупаю уже на самом деле третий раз, потому что первые два раза я её просто уничтожила. Вот из-за того, что вот это не очень-то живучая штука. Но быть с этим осторожным, у меня в путешествиях это испортилось. Один раз пролилось средство для снятия лака, и он просто тут всё это размягчило, и она развалилась. Но она достаточно мягкая, вот эта штучка. Несмотря на то, что она не резиновая, вот больше похожа на резиновую чуть помягче, чем вот эта вот часть. Здесь она пожёстче, но она тоже мягче гораздо, чем какие-то металлические штуки. А деревянные, они тоже размягчаются со временем, и у них не так удобно использовать. Если вы понимаете, о чём я говорю, то вот такую штучку я вам тоже рекомендую попробовать. Это всё, что было сегодня в покупочках. Я бы даже то, что были со мной, все вопросы и какие-то замечания, чем хотите поделиться, рассказать о своих покупках, что вы также используете, что не используете. Реально это очень-очень любопытно. В инстаграмм наша тусовка, она там. Также можете здесь оставлять комментарии, но у меня, честно, на них просто нет времени. Я когда могу, я в них заглядываю. Поэтому они даже не публикуются, пока у меня нет времени. То, что потом я разбираю, на что нужно ответить я, это как раз-таки моя галочка. Окей, опубликовано, окей, я на это ответила. Пока проще всего это в инстаграм. Спасибо, что были со мной. Оставайтесь на здоровье, красиво, позитивной волне. Будьте разумными в своём уходе. И мы с вами заодно увидимся. Всем пока!